Сергей Мавроди повторяет собственную судьбу. Как тогда в 90-х он затеял финансовую игру и теперь также попал под уголовную статью. А ведь еще совсем недавно он уверял, что все законно. И уж конечно сам открещивался от участия в пирамиде. Невероятно, но призыв сработал. Открылись офисы МММ. Повсюду замелькала реклама пирамиды, а люди понесли в общую копилку свои кровные. Если верить самому Мавроди, то за год количество вкладчиков перевалило за 30 миллионов. Все как тогда, 18 лет назад. То есть МММ это такой аккумулятор жадности, да? И одновременно ее усилитель. Каждый приносит свою индивидуальную жадность в виде денег. С ростом процентов растет и жадность. Ее кумарная корпускулярная энергия. Это энергия моя. Настоящий и нынешний Сергей Мавроди собирал энергию чуть больше года. Но вот к нему решили присмотреться стражи закона. В Колыване, поселке под Новосибирском, взялись за местного лидера МММ. Вот он, Алексей Астафьев. В прокуратуре района по заявлению гражданина проведена проверка о деятельности МММ-2011 на территории Колыванского района. В ходе которой установлено, что Астафьев занимался незаконной предпринимательской деятельностью без образования юридического лица на территории Колыванского района. В связи с чем получил доход более полутора миллионов рублей. После майских праздников появилась новость. Сергей Пантелеевич является пособником в совершении преступления. Грозит до шести месяцев ареста. Но прежде чем посадить злого гения, его нужно найти. А пока Мавроди ушел в подполье. С адептами разговаривает по видеосвязи. Попробовал бы он сказать это миллионам вкладчиков, которые в конце прошлого века обменяли деньги на мавродики. Комсомольская правда